Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши! Номер 1017. События дня. 2 Тимофея 2.19. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживём. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречёмся, и Он отречётся от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отрежься не может. Объявление. Дмитрий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Церковь только для Господа. В церковь не должно быть широких дверей. Это его деяние апостолов 5.13. В церкви не должно быть ни толерантности, ни экуменизма. Служители православной церкви на протяжении многих лет пытались достучаться до других. Однако пора прекратить это делать. Достучаться до сердец людей можно только благовестием и живой проповедью, а не силком загнанным части населения на литургию. «Ибо вера от слышания – слышание от Слова Божия». Римлянам 10.17. «Вера не от покупки свечей и махания кадилам, а именно от слышания Слова Божия». То есть Библии – это основа основ, краеугольный камень. «Только церковь хранит полную и неприкосновенную истину», – сказал Игнатий Богоносец. «И он был прав. Поэтому верующим незачем смотреть на улицу». «Священнослужители, епископы, архиереи, митрополиты, патриарх – вам нужно стать недоступными и недосягаемыми для неверующих людей с улиц. Церкви не нужны так называемые верующие выходного дня. Церкви нужна настоящая любовь, фанатизм в самом хорошем смысле этого слова. А все остальное исключительно суррогат, и ему в церкви не должно быть места. После распада советского режима церковь стала популярной. Разве не чудесно, скажут некоторые, нас уважают, относятся к нам с дружелюбием. Но что можно делать с дружбой всего мира? Господь, Господу Иисусу Христу нужна абсолютная любовь и преданность. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. Матфея 12, 30. Может ли это означать, что церковь не для всех? Да, может. И лучше иметь малую часть преданных и верных людей, чем целую толпу рассеянных и равнодушных. Современные храмы просто-таки набиты людьми, но в сердцах их нет Господа. Нельзя измерить любовь числами. Литургия не должна быть обычным делом, а строгой и ответственной службой перед Богом. Грехи не должны прощаться по первому требованию прихожан. Не нужно бояться потерять верующих выходного дня. Не нужно бояться шантажа. Компромисс между церковью и властью недопустим. Когда Христос добровольно страдал на кресте, Он не шел на компромиссы. И священнослужители не должны этого делать. Аминь. Галина Влеска. Мир вам. По вашей неработе компьютера, скорее всего, надо поменять браузер Google на более новую его же версию. Яндекс же работает. Поэтому надо иметь три браузера и обновлять их при таком объеме работ, как у вас. А еще есть программка дистанционного обслуживания настроек и починок неполадок работ программ. Звоните своему программисту, и он ваше устройство проверит и исправит на расстоянии. При наличии устойчивой интернет-связи. А теперь направилась. Опять хорошо. Плохо в деревне. Вот утром встал сегодня, не тянет, и все. Супер обличителей ваших просмотрела. Улыбалась, дожалела их. Там СД и с отступником беседует. Веры-то ни у того, ни у другого нету. Так друг друга поддерживает. У любых православных христиан на первом месте свои глазные бревна. Да и с наставниками духовными отцами так не поступаем. А новый термин классически православный в исполнении этих двух актеров вполне можно использовать в передаче КВН или в передаче юмор в коротких штанишках. Святые таинства научились бы правильно проводить, а свои мудрия к чему? Митрополит пишет о том, что у вас в голове и действиях нет расхождения никаких с РПЦ. Церковь Христова не балаган. Сожгли совесть свою, что ли? А к вам-то лишь дополнительный интерес у публики подогреют и истину для себя откроют новые ваши зрители. Из малого извлекаем полезное. Мы, ваши духовные детки, очень вас ценим и любим. Есть за что. Отец Геннадий Фаст это понимает и много полезного для людей ему Бог и открыл, считая его книги хорошие. А у этих-то обличителей дух не свеж и веет с экрана. Фу, фу. Легкого нежного тирка от них нет. Ну, что ж, враги нам лучшие друзья. Да и времена последние, поэтому крепко стоим в православии с Богом, дорогой и любезный Игнатий Тихонович. Работаем. Периодически пашу на своей даче, и связь здесь тоже, а бы как, в основном висим. А урожай, слава Богу, главное семена сбережья для потомков. Пишу, вчера позвонил отцу Аким, он в пути. Попросил его, чтобы он там, где будет, попросил сделать фото, судостоберение, и мне бы прислала я вам. Он сразу, зачем, да для чего, ответил, для Дудалевичей и СД с деревянными мозгами. Когда они начинают там говорить, вот батюшка, он никому не принадлежит, поэтому литургию совершать не может. Ну, безбожники. Боже, безбожники, совершенно ничего не верят. Связь какая, вот такая подпись есть человека. Понятие о небе, как будто это сарайщик какой-то. Ну, и вчераший день. Я один, никого нету. Володя не дождался, батюшка уехал. Сергей Игнатов уехал. Ну, что, поехал еще посмотреть, надо по полям. Многое посмотрел. Побыл в лагере Стане, который стал музеем, комплексом для бедных лагерей. Бог миловал, пока все стоит, ничего не тронуто. Господь сохранил, защитил. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. А дальше видно будет, что загадывать. Ну, и немножко глянуть наши ресурсы. Некоторые не знают. Вот у нас, особенно мой мир, люблю. Мой mail.ru. Вот оно как выглядит. Второе, это форум. Вот как большая, 1600 тем. Ну, и наш видеоканал. Посмотрим, что здесь есть. Сегодня 11 роликов поставил. Вот поставил. Тут все. И во свете Библии православный библейский сайт. Я вот участвую. Вот такой вот конкурс христианских сайтов. Третий раз они уже проводят. Ну, тут выставил я свое. И вот проголосовать. 16 человек нашлось у участников. За регистрировались и прочее. Почему-то меня на первом месте поставили. Видимо, первый ответил. Я должен за кого-то проголосовать. А за кого? Смотрю, одни еретики. Много адвентистов седьмого дня. А кто образовал-то как? Я проголосовал за Сергея Сологуба. Вот. А почему девятый номер? Ну, ничего такого у него нет. Это отдельные книги. Алфаэт, поклонение, раскрытие. Творца, Бога, Библии. Ну, нормально. Я поэтому... Обязательно, если не проголосуешь, тебя с дистанции снимут. Хотя сказал, я за него. Вот все пока на этом. Вчера поехал, где лагерь, музей, теперь там виноград. И немножко винограда есть. Все, поехал, уже солнце закатывалось. Чуть не в потемках вернулся. Сейчас сам иду. Утрами затопляю печку там, в Володином доме. Готовлю себе, кошкам. Один. По-простому.